Такие праздники, как сегодня, это как раз возможность увидеть тот потенциал и то количество людей, которым не безразличен велосипед и такой вид передвижения. И в прошлом году мы установили по городу около 140 велопарковок. Планы есть продолжить устанавливать велопарковки и все заведения, все учебные заведения, административные заведения, кафе, рестораны должны обязательно быть оборудованы велопарковками. И знаете, в этом году мы выделили деньги в городе на организацию плана движения по площади Соборной. И вот уже несколько месяцев этот план согласовывается и не выходит только потому, что наши швейцарские специалисты и консультанты, с которыми мы работаем по проектам велодорожек, не до конца согласовывают, не до конца устраивает именно интеграция велодорожек в этот проект. Поэтому велодорожки – это один из приоритетов и действительно при организации проведения реконструкции обязательно учитываются уже велодорожки и это будущее для города Житомира. А сегодня такой день – это возможность показать в Житомире, какое количество людей пользуется велосипедом и готово пользоваться велосипедом. Это очень важно. Житомир завжди был спортивный. По-перше, сегодня проходит еще третий этап Кубка мира по мотокроссу. Житомир приймает всю Украину, приймает из Европы. И показывает, что Житомир практически те люди, которые сегодня имеют свое место, имеют своих героев. И, до речи, 95-я, которая на Сходе защищает нашу Украину, это был один из таких моментов на мотокроссе, когда вітали 95-ку. И это также бренд Житомира. Велоспорт – это вообще сегодня вражающая к количестве. Я не знаю, мабуть, сколько тысяч было. Минулого года, по-моему, примерно 300 людей всего было. Нет, два года не 300 было. Минулого года – где-то более тысячи. Цего года полиция каже больше двух тысяч. Дві тысячи людей. Это, в принципе, уже вимога, Житомирян, створить инфраструктуру. Мы проехали под, так сказать, супроводом полиции, безопасно. Но потом, когда мы ехали без супроводу, то мы чувствуем, что на велосипеде еще небезпечно пересуватися в місто. И поэтому, я думаю, что то, что делает сегодня город, 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 оно очень важное для того, чтобы заучать, в первую очередь, детей до этого спорта. Также, я думаю, что и за рахунок поддержки Европейского Союза, и за рахунок міського бюджета, и за рахунок других денег, нужно проведать проект окремой велодорожки, до которой будут приезжать, как сегодня на мотокросс, из всей Украины. Особенно из города Киева, для того, чтобы продемонстрировать, какие у нас края виды по нашему Тетріо. И вот на этой ноте, да, у нас буквально мастерное место будет проходить через две недели, да, в городе Штомире будет проходить мастерное место, на которое мы уже покажем этот грандиозный проект беговых велодорожек в бассейне реки Тетерев. Огромный проект, он уже прошел оценку европейскими консультантами, есть замечания, исправляем. Но мы хотим вот уже в июне выставить этот проект на обозрение житомирян, для того, чтобы действительно заручиться их поддержкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова